итак дорогие друзья мы с вами продолжаем нашу работу над сайтом и следующим этапом это будет установка шаблона для сайта почему нам нужно ставить с вами сторонний шаблон потому что стандартный шаблон jumla он называется протастар сейчас я вам его покажу вы уже видели он из себя представляет просто какой-то набор вот по умолчанию данных то есть модуль меню модуль авторизации заголовок по сути он пустой и в нем нет никаких таких особых настроек которые будут нам помогать дальнейшем поэтому мы будем с вами использовать шаблон от разработчика jumshaper переходите по ссылке которые указаны над видео и вы попадете на сайт этого разработчика вот так вот выглядит сайт это разработчики из индии они разрабатывают как шаблоны так и расширения и сайт полностью на английском да но это не проблема здесь легко ориентироваться но если у вас небольшие познания в английском то в google хроме в браузере всегда можно воспользоваться переводчиком правой кнопкой мыши здесь есть возможность перевести на русский таким образом весь текст становится более менее читабельным и можно сориентироваться что где написано давайте вернемся в английскую версию и для того чтобы нам скачать наш шаблон нам нужно с вами зарегистрироваться потому что без регистрации здесь это нельзя сделать для регистрации нам надо с вами нажать вот на эту кнопку get started нажимаем и у нас с вами открывается выбор тарифного плана так я вас обманул немножко давайте нажмем на логин немножко с другого боку зайдем и здесь вот внизу есть надпись don't have an account то есть если у вас нет аккаунта нажимаем и открывается такая форма где нам надо с вами ввести наши данные давайте введем наш наше имя допустим я веду свое дмитрий юзер на им это будет логин поэтому здесь вам надо будет проявить какую-то фантазию если вы хотите уникальный домен логин указать я напишу такого дмитрий гончаров 2019 и также укажите свой какой-то сложный пароль только главное вы его запишите и не забудьте после этого нам надо указать с вами наш email который мы будем использовать для регистрации здесь он может быть как каким-то вашим личным так этот который вы на ядексе можете зарегистрировать это уже на ваше усмотрение я использую тот же который регистрировал на хостинге так все вроде верно я вас копирую control c и продублирую в это в этом поле control v после того как я вел email повторно нужно нам с вами подтвердить что мы не робот для этого мы ставим галочку здесь в капче и здесь нам предлагают выбрать shop front то есть витрину смотрим где у нас здесь витрины магазинов скорее всего вот этот вот этот так мы либо я больше не вижу но может быть вот этот нажимаем кнопочку все мы прошли с вами проверку что мы не робот далее здесь мы можем указать никнейм описание это все нам не надо мы нажимаем кнопку регистрации все регистрация у нас с вами прошла здесь написано что нам нужно с вами подтвердить наш аккаунт то есть активировать его через email давайте еще раз проверим все ваш учет на запись была создана и на указанный вами адрес электронной почты была отправлена ссылка для активации соответственно нам надо с вами перейти в почту здесь мы с вами видим письмо от джим шейпер для этого мы переходим по первой же ссылке и все мы с вами подтвердили наш аккаунт для этого теперь нам надо с вами будет ввести наш логин так 2019 и наш пароль который мы указывали при регистрации можно поставить галочку запомнить меня и авторизуемся после авторизации мы с вами можем спокойно загружать наш шаблон и также наш конструктор давайте для начала мы с вами скачаем и установим шаблон в следующем видео я уже вам более подробнее расскажу про конструктор страниц переходим по вкладке template попадаем в раздел в раздел с шаблонами здесь у них много коммерческих шаблонов но они не будут вам доступны для скачивания пока вы не купите какой-то тарифный план но нас интересует шаблон helix ultimate он бесплатный для этого в левой части нам нужно с вами перейти будет по вкладке free и нам откроются все бесплатные шаблоны какие у них есть но ранние шаблоны нас не интересуют нас интересуют только последний шаблон helix ultimate нажимаем на кнопку more info больше информации и попадаем на страницу самого шаблона здесь рассказывается что в нем хорошего что в нем есть на чем он написан также здесь его можно будет и скачать нажимаем на кнопку на кнопку download загрузка у нас открывается с вами вот такая вот страница что здесь нам нужно с вами сделать дальше здесь есть с как сам шаблон весом 2 мегабайта так и есть quick start pack размером 28 мегабайт это как раз таки третий вариант установки jumla про который я вам забыл сказать прошлом видео в чем суть quick start это тот же установщик jumla что вы и скачиваете с сайта разработчика но уже с установленным шаблоном helix ultimate то есть разработчик шаблона просто взял дистрибутив jumla то есть установил установочный файл и в него интегрировал уже свой шаблон то есть если у нас допустим на хостинге jumla еще не установлена мы можем зайти сразу же на этот сайт скачать вот этот quick start установить jumla на хостинг и уже там будет установленный шаблон но это можно сказать такой способ не из простых плане действий я таким уже давно не пользуюсь как-то раньше делал так но сейчас я уже предпочитаю чистую установку сайта разработчика поэтому мы с вами скачиваем только сам шаблон все скачали шаблон после этого нам надо с вами вернуться в панель управления сайта и перейти во вкладку расширения менеджер расширения установка так у нас с вами сбросилась авторизация потому что прошло 15 минут снова вводим наш логин и нам нужно с вами снова указать пароль от админки нажимаем войти все теперь у нас с вами открылась установка сразу же есть расширение менеджер расширение установка и здесь вкладочка загрузить файл пакета как раз таки тот что пакет мы скачали нам надо бы сейчас установить для этого мы открываем наши загрузки из папки загрузки вот и взялся из папки загрузки берем архив и перетаскиваем его вот в это поле и отпускаем либо я пока не отпускаю либо нажимаете выбрать файл и вас откроется интерфейс системы где вы сможете выбрать архив все я его отпустил и наш с вами шаблон был установлен видите установка плагина успешно завершена после этого что нам нужно сделать зайти также в расширение но здесь уже перейти в шаблоны нажимаем шаблоны и видим что у нас сейчас с вами здесь установлено три шаблона это bis 3 это proto star который сейчас стоит по умолчанию видите звездочка и новый шаблон shaper helix ultimate мы его ставим по умолчанию просто помечаем звездочкой теперь если мы вернемся на страницу и обновимся мы увидим сразу что у нас уже сменился шаблон вас появились элементы контакты логотип меню и подвал далее нам нужно с вами произвести некоторые настройки этого шаблона поэтому мы заходим в него здесь вот такая вот зеленая кнопка с настройками шаблона нажимаем ее и у нас открывается вот такой визуальный редактор шаблона здесь очень много различных настроек к тому же вчера этот шаблон обновился до версии 1.1 где добавились дополнительные функции но я про них сейчас не буду рассказывать что это займет очень много времени сделаем с вами минимальные настройки которые позволят вам создавать сайт для этого что нам нужно сделать нам нужно перейти во вкладку layout builder и удалить лишние строки в разметке нашего шаблона для чего это нужно сделать потому что конструктор который мы будем с вами использовать он будет работать только вот в этой позиции позиции компонент все остальное на данный момент это лишнее и будет нам только мешать создавать наш сайт поэтому я вам сейчас не буду подробно рассказывать как тут все устроено все вот эти вот настройки многоколоночные это все будет дальнейшем а сейчас давайте просто удалим с вами лишние строчки нашей нашего шаблона для этого нажимаем корзину и соглашаемся с действиями удаляем лишние строки плюс надо удалить нам с вами наш хедер то есть верхнюю часть вот это вот для этого достаточно просто и выключить этим переключателем и здесь нам надо с вами избавиться от левой и правой позиции модуля для этого мы с вами переходим в настройки колонок вот найду на первую иконку и нам нужно с вами выбрать одну колонку размером 12 12 значений выбираем после этого у нас с вами исчезают две колонки компоненты рай правая колонка остается только левая и сейчас нам нужно вот эту вот одну колонку назначить колонку колонкой компонента для этого мы нажимаем на вот эту вот гаечку у нас всплывает окно настроек и вот здесь вот есть пункт компонент ария для этого нужно просто его включить и нажать применить и play после этого мы видим что у нас пропала позиция left и стала позиция компонент теперь мы нажимаем сохранить у нас сами здесь все исчезло и принципе на этом мы с вами настройку нашего шаблона закончили перейдем на сайт и посмотрим что у нас здесь все пропало осталось только вот заголовок в следующем видео я расскажу вам как установить наш бесплатный конструктор с помощью которого мы будем делать наш сайт